мороз и солнце день чудесный знаете сколько у нас сегодня градусов минус 8 чувствуется как минус 13 ну прям так студиона студиона зима до конца недели такая погода будет а у меня посмотрите что здесь капуста это мы когда в польшу ездили в субботу я купила капуста лежала уже видите потеть начала в мешочках я работала мне как-то я решила что пора уже посолить иначе она испортится получилось 54 цента за килограмм ну три вилочка сколько получится только будет отключала камеру сниму мешочек потом буду говорить о то шелестю тут вам по духам соскучилась я за домашним винегретом то есть винегретом которые сделаны из домашней капусты собственного приготовления и уже хочется прям очень сильно хочется поэтому посолю сколько получится столько получится будет это домашняя капуста сейчас эти верхние листы сниму ополосную водичкой мало ли она же лежит на складе хранится в сетках хотя бы верхний слой так обмыть и буду солить капусточку капуста готова одновременно параллельно варю борщ оказалось только мясо на косточке куриная корочка ничего другого нет фарш есть куриная грудка есть ну в общем сало есть все есть на косточках ничего не оказалось вспомнила что делала картошку с ребрышками смотрите что делается на полу эту сторону я уже разгребла привезли посылку шторы заказала в общем капуста у меня получилось две вот таких и эту баночку я сделала с семенами укропа для борща здесь у меня бардак бардакович это все нужно убирать отмывать еще кое-что хотела приготовить потому что все выходные я буду работать и нужно дома чтобы было покушать серёжа приехал с работы идем ужинать это стало которое я варила помните показывала без луковой шелухи замерзший надо было раньше достать она такое вот еле еле нарезала его но она сейчас уже отойдет борщ я делала еще и добавила красную фасоль нам приятного аппетита сейчас будет очень вкусненько как вам такая красота нет мы не делаем ремонтную кухню и не переезжаем долбанный тик ток в общем девочки у нас там чистили сифон откручивали показывали как это делается то что нужно сифон внизу держать или еще что-то там делать я наверное пропустила я тут генералю кухню вчера после работы помыла все шкафы сверху решила здесь до раковины добраться или думаю ах этим средством заливать для трупа это долго будет стоять я по-быстрому нашла у серёжа большой отвертку отнесла обратно он смеется говорит нашла же еще эту отвертку я ему говорю солнце ты меня убьешь иди смотри что я сделала то есть вся эта вода этот сифон это все потекло вот эти все ящики были с водой вот там снизу все было с водой еще надо сейчас на 1 на сухо протирать все пачки все вот это в воде все вот это какашки эти вообще скажем отсюда во сифона текут жирные вонучие девочки вы бы сейчас это видели в общем вот все наделала делов генерале называется кухне привожу в порядок ну все я справилась серёжа горит ну вот как ты посмотрела в интернете раскрутила так теперь смотри в интернете скручиваю но я скрутила теперь мне надо это все залить средством почистить в общем опять раковину и больше я сифона не откручиваю я не стала показывать вам все это зрелище которое было ну сами представляете да слив на кухне это все ужас уже здесь все приготовила буду делать вкусную запеканку с овощами и тестом филу мне кажется я уже снимала это видео у себя на канал найду оставлю ссылочку в описании и под этим видео есть точный рецепт то что я тогда использовалась сегодня у меня немножко видоизмененная у меня нет сыра фета у меня есть только моцарелла и побольше чем по тому рецепту так что делаю все на глаз моцарелла натертая на терке здесь у меня шпинат замороженный красный лук паприка понадобится еще сметана молоко соль перец и вот такой штрудель тайк тесто фило здесь 7 листочков у меня две пачки 14 листов тот рецепт на 10 листов поэтому я здесь немножко больше взяла молока немножко больше сметаны 4 лица взбиваю смешиваю добавляю сметана а еще потом нужно будет зелень добавить любую которую у вас есть лук укроп петрушка у меня будет немного петрушки нужно обязательно посуду такая большая где можно будет все смешать я думаю что вы уже видите во всяком случае многие из вас получается очень вкусно и необычно сюда же моцареллу в общем все добавить все смешать петрушка смотри какая красота красиво красиво а а форму для запекания я смазала растеканным маслом у меня тесто было замороженное я с ним не очень аккуратно обращаюсь выкладываю вот такое донышко и вот так остальное тесто листочки тесто смешиваю с овощей смесью и затем аккуратненько этот комочек перекладываем в форму для запекания и так я поступаю с каждым листочком теста листочки тесто духовка у меня уже разогревается на 200 градусов совсем немного не хватило овощной смеси здесь чуть-чуть молока и пару столовых ложек растительного масла я это смешиваю здесь два листочка вот такая корочка получится красиво чем это можно смешать нужно присолить обязательно и добавлю красной паприки еще чтобы сверху тоже было красиво у меня поэтому и нет точных рецептов я и в прошлый раз показывала и написала количество продуктов которые я использовала духовка нагрелась и этой молочной смесью сбрыскиваю тесто и отправляю запекаться на минут 40-50 буду смотреть по цвету наверно 50 минут потому что у меня сегодня побольше побольше масла и 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 это потрясающе вкусно резать не буду ночь на дворе покажу вам завтрак получается в разрезе либо увидите в том видео где есть рецепт моя душа спокойно на кухне порядок так вот такое у меня тут сооружение в одном углу елка в другом углу гирки ну кто меня давно смотрит знает да что я их использую именно для пресса когда солю капусту в банках для вот этой не нашлось ничего такого вот нашла соус в общем три дня квасится время от времени прокалываю остаточек рассола оставила для того чтобы если будет не хватать буду доливать но будет уверена что будет хватать рассола должна получиться вкусная капуста достала вместе с решеткой вот эта форма очень красиво такая вместительная но она неудобна тем что у нее нет ручек и она такая скользкая когда и готовы уже что-то вытаскивать из духовки поэтому когда вот запекаю в этой форме вытаскиваю вместе с решеткой девочки слюни текут нужно идти спать пока я не начала есть приехала с работы домой а тут вот такой операсинг Нелли только что приехала закупалась в ДМ и плюс еще она получила посылку Кампус Тюти за две сумки платишь сколько Нелли? 10 евро так сюда здесь была вот такая шоколадная паста затем сухой шампунь затем ополаскиватель для волос еще один шампунь пиво басончики вот такие конфетки карты это какие-то не знаю в общем какие-то шипучие не видны витаминки пробник он один был пробник порошка вот в такой капсуле ополаскиватель для полости рта и вот такой кэшью кэшью дринк в общем напиток из орешков кэшью а это покупка ты была только в ДМ или в Росман тоже? и Дуглас тоже ты была? нет столько вот этих пахучих притащила сюда на кухню тоник для лица Нелли купила тебе вот эти маленькие от Редкин это ты купила? это пробник до цук а пробник до цук шампунем что дерется? вот здесь шампунь ополаскиватель а это что такое серенькой серенькой упаковки это типа тоник доча смеется какао ты себе купила какао? нет откуда? что что ты тут все поперемешала то есть вот это из кампус тюти понятно вот эти все перемешала вверх дном вот это все тоже кампус тюти и вот это тогда кампус тюти для папы купил я ее попросила десторант Нелли себе один второй скрепочки для посуды крем для тела а зачем ты все это сюда поставила? потому что я еще занесла на кухню еще на кухне на кухне ясно надо все теперь убирать по местам а еще пришла посылочка с медом который я заказывала там девочки у нас в группе ссылку мне дали они заказывали мед я же тоже захотела потому что Сережа ест мед как не знаю кто ложками тот мед который мы привезли из Хорватии он уже практически доедает в общем вместе с пересылкой 46,95 9 евро стоит баночка с медом и 15 евро стоит цветочная пыльца очень полезная это я уже отодрала здесь этикеточку это наш местный немецкий крестьянин занимается медом медом пчелами не медом пчелами занимается насколько я понимаю в общем липовый мед апельсиновый мед это из Испании очень много сортов было распродано не все было в наличии выбирала из того что есть и это мед акации я не знаю что такое Робинин переводчик мне пишет фальшивая акация очень интересно конечно надеюсь это будет вкусно мужу особенно пыльцу говорят что нужно хранить в морозильной камере я пока еще конкретно ничего об этом не знаю почитаю что вообще зачем и почему а здесь вот перечислено список целый список витамины которые содержатся в этой цветочной пыльце натуральный продукт сказали очень полезно будем пробовать обещала показать в разрезе я сейчас погрела хочу покушать вот так это выглядит здесь с этой стороны очень много шпината немного не размешался но все равно очень вкусно и необычно девочки я же хотела вам показать что содержится в календаре который я покупала для Нелли я вам показывала его сегодня у нас 16 декабря и вот это колечко сегодня она достала из календаря все колечки разъемные то есть подойдут на любой размер пальца ну мои корявые руки конечно простите не кольца показывать но прикольно есть еще вот такое колечко я не помню из какого окошка что потому что Нелли все достала все вместе смешала кое-что она уже носит и я тоже прикольно же это смотрится что здесь еще такого интересного кое-что и мне конечно же досталось вот допустим вот эту цепочку из-за вот этого кулончика Нелли сказала носить не будет мне нравится ей она отдала ее мне а мне нравится есть еще вот такие сережки с гвоздиками тоже с жемчужинкой как наборчик смотрится прикольно мне нравится вот эти сережки я уже носила несколько дней с ними ничего не становится абсолютно не темнеют не облазит ничего очень легкие невесомые это латунь как я уже говорила вот это тоже мне очень нравится камешек вот такой коричневый у меня есть золотые сережки с таким камешком Нелли сказала мама это не мое но носить она это тоже не будет она мне этого так что у меня еще пополнился набор да это бижутерия но она красивая мне нравится вот такое простенькое колечко с подвесочкой тоже разъемная подойдет на любой размер Нелли это себе оставила браслетик смотрите какой нежный тоже с кулончиком с камешками очень нежно очень нежно смотрится на ручки еще одна цепочка вот с такой подвеской цепочка довольно таки оригинальная смотрите с узелками как будто смотрится одну цепочку которую я вам показывала двойную Нелли носит не снимая были еще семьи большие такие круглые кольца где-то они у нее она говорит не помню где сняла ну в общем просто кольца и вот в форме вот такой огромной капли они легкие но она это тоже оставила ей нравятся такие крупные большие серьги это она будет носить с удовольствием и еще она мне отдала вот эту заколочку сказала что такое она тоже точно носить не будет а я тоже заколки не ношу и вот лежит пока в сторонке и вообще все подобрано очень довольно таки прилично все можно друг с другом комплектовать что-то в наборчиках что-то по отдельности но друг другу подходит за 40 евро довольно таки приличный состав календаря вот даже бижутерию на эти деньги не купишь а так что-то новенькое и тем более как бы если бижутерия очень интересная и хорошего качества почему бы и нет не все ж золото до бриллианты мне очень нравится посмотрите какая милота девочки а я бегу у меня терминка парикмахеру наконец-то я его дождалась а потом оттуда сразу на работу вторая смена выходные вторая смена потом еще два дня вторая смена в общем мне еще долго работать до следующих выходных которые у меня будут а вы берегите себя будьте здоровы и увидимся в следующем видео пока пока пока